Добрый день всем слушателям и подписчикам моего канала. Сегодня мы с вами разберемся с некоторыми изменениями в правила дорожного движения. 6 октября 2022 года по оставляем правительства Российской Федерации в правила дорожного движения было внесено ряд изменений. Рассмотрим не все из них, а только самое ожидаемое. В частности поговорим о том, что все-таки электросамокатам нашлось место в правилах дорожного движения. И теперь они именуются средством индивидуальной мобильности. Итак, средство индивидуальной мобильности это все-таки транспортное средство, имеющее одно или несколько колес или руликов, предназначенное при этом для индивидуального перемещения человека посредством использования двигателя или двигателей, под понятием средства индивидуальной мобильности объединили электросамокаты, электроскейборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и другие аналогичные средства. Где же разрешается движение средством индивидуальной мобильности и какие требования к ним предъявляются? Обладатель средства индивидуальной мобильности, если ему более 14 лет, должен двигаться там, где движение разрешено велосипедом. То есть по велодорожке, по велопешеходной дорожке, по проезжей части велосипедной зоны или по велополосе проезжей части дороги. Но в случае, когда участка предназначенного для движения велосипедистов нет, обладатели средства индивидуальной мобильности могут двигаться по участкам, предназначенным для перемещения пешеходов. Но для этого необходимо выполнить ряд требований. Ну, во-первых, средства индивидуальной мобильности должны быть массой не более 35 килограмм. Во-вторых, разгонять средства индивидуальной мобильности разрешается не более 25 километров в час. В-третьих, пешеходы на таких участках имеют преимущество. Если возникает опасность или какая-то угроза, лица, управляющие средством для индивидуальной мобильности, обязаны снизить скорость до безопасной или остановиться, спешиться. Помните, пешеход на пешеходных участках имеет преимущество. Если вдруг отсутствуют участки, предназначенные для движения и велосипедистов, и пешеходов, владельцам средств индивидуальной мобильности разрешается использовать для движения дорогу. Они могут ехать по обочине, а при ее отсутствии по правому краю проезжей части. Но используя для движения дорогу, владельцы средств индивидуальной мобильности должны помнить о соответствии их транспортного средства требованиям безопасности. То есть наличие тормозов, катафотов белого спереди, оранжевых по бокам красного сзади, наличие белого фонаря спереди. При этом разрешается движение только по тем дорогам, на которых установлен скоростной режим не более чем 60 км в час. То есть вне населенного пункта по проезжей части дороги движение на средствах индивидуальной мобильности запрещается. Дети младше 7 лет, используя средства индивидуальной мобильности, должны перемещаться только по участкам, предназначенным для пешеходов. При этом такое катание разрешается только под присмотром взрослых. Детям от 7 до 14 лет выезжать на велодорожки и на проезжую часть дороги запрещается. Им разрешается движение только по участкам, предназначенным для пешеходов, то есть по тротуару пешеходной зоне пешеходной дорожки. Итак, вкратце о средствах индивидуальной мобильности все. Данные поправки к правилам дорожного движения вступят в силу с 1 марта. Возможно, к этому времени изменится что-нибудь еще. Это не все поправки, внесенные в правила дорожного движения. Об остальных изменениях поговорим в следующих роликах. А на сегодня я с вами прощаюсь. Желаю удачи в достижении поставленной цели. До новых встреч!